Добро пожаловать на первое видео канала Rubear USA. Это видео будет обзором моей коллекции винтовок, карабинов и пистолетов систем AR-15 и некоторым вступлением на мой новый созданный видеоканал. Для начала немножко истории о AR-15. AR-15, как и AR-10, изначально были созданы Евгением Стонером, который на тот момент работал на фирму Armalite, и AR переводится как Armalite Rifle. AR-10 была первая под калибр 308, AR-15, соответственно, 5 версий позже, под калибр 5.56 или 2.23. 5.56 мм патрон. После этого, в связи с проблемами, Eugene Stoner ушел из фирмы Armalite, и ARmalite продала дизайн и лицензию на изготовление этих винтовок AR-10 и AR-15 фирмы Colt, которая после этого сумела продать AR-15 сначала в US Air Force, точнее, то есть в АВС Америки, а потом в американскую армию как раз во время вьетнамского конфликта. Одна из причин, по которым они продали, это было то, что винтовка была гораздо легче М-14, которая была на вооружении армии США на тот момент, и позволяла пехотинцу носить с собой больше патронов. Разница между М-14 в формате 308, калибр 7.62х51, и 5.56 огромный по весу. Проблема была у М-16, которая появилась тогда, была в том, что загрязнялась легко, и в режиме автоматического огня, очень часто заедала именно из-за загрязнения. Но эта проблема была решена достаточно быстро фирмой Colt, и после этого появилась М-16А1, А2, потом А3, и на данный момент М-16 все еще находится на службе у корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки, именно полной размерной. У многих остальных частей вооруженных сил Америки они используют карабинные версии, либо вообще укороченные версии. Стандартная карабинная длина, это так называемый XM-10777, который был во время войны, это 14,5 дюймов. Стандартная длина у М-16 это 20 дюймов. В моей коллекции вы сейчас видите на столе наиболее близкую версию к М-16. Это у меня карабин с 20-дюймовым стволом. Это еще отличается в том, что разного типа газовой системы по длине. То есть, у газовой системы могут быть 4 длин. Есть ружейная система, так называемая Rifle Length, есть Mid-Length, то есть средняя длина, есть карабинные, а есть пистолетные длины газовой системы. В данном случае разговор идет о системе газоотвода в М-16 и Р-15 типах карабинов и винтовок. И, соответственно, в данной коллекции вы сейчас видите разнообразные варианты этих винтовок. И начнем слева направо. Сейчас на столе находятся 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вариантов и Р-15 в различном комплектации, в различных состояний, цветов, приклада и так далее, и так далее, и так далее. Начнем слева направо. Самый левый вариант, который здесь есть, это просто нижняя часть винтовки, простейшая рукоятка и приклад. Это в США является именно обозначением оружия. Серийный номер прямо на нижней части на всех винтовках. Все, что остальное, не имеет серийного номера, который обозначает именно оружие. То есть оружейная часть, только нижняя часть. Потом идет 20-дюймовая винтовка, с которой мы говорили, построена тоже на пластиковом нижнем корпусе, лоуэр так называемый, и имеет 20-дюймовый upper, соответственно, с 27-мым стволом от фирмы Palmetto State Armory. У меня в данной ситуации просто лежали два пластиковых лоуэр, и я их просто использую для создания облегченных версий AR-15. Просто один из моих проектов. Следующая винтовка на столе, которую вы видите, это специальная версия под калибр 6.5 Grandal со стволом на 19,5 дюймов. И также дополнительным прикладом, рукояткой и различными аксессуарами от фирмы Magpul. Это одна из моих самых старых винтовок, предназначена для работы на более дальней дистанции, как и, наверное, заметно по видео на ней стоит, соответственно. И поддержка от Харриса, бипот от Харриса. Следующая винтовка это карабин от фирмы Rock River, который я приобрел прямо при переезде во Флориду более 10 лет назад. Сейчас, как вы видите, он разобран и он проходит видоизменения под различные детали. Я собираюсь поменять рукоятку и некоторые внутренние детали. Этот карабин 16-дюймовый, так называемой карабинной длины системы газоотведения. Из этого видите, что цевьё, соответственно, сравнительно короткое. То есть газовая трубка идёт от газа до сюда. И газ, соответственно, идёт напрямую там. Следующая винтовка это винтовка M400 Enhanced фирмы Six Hour в так называемом FDE это Flat Dark Earth по-английски, а по-русски это просто пустынный камуфляж. Они такие винтовки продают специально именно уже заранее покрашенный под пустынный камуфляж. И народу нравится, народ покупает. Я не остался в стороне от этого подхода. Тоже на 16-дюймов ствол, тоже карабин. Здесь есть некоторые отличия от стандартных винтовок. Например, у SIG просто много чего добавляется именно в их винтовки. Но все детали на каждую из этих винтовок, карабинов или пистолетов будут в отдельных виде. в этом виде только чисто обзор. Это еще раз это винтовка SIG M400 Enhance тоже на простейшее отведение газа система. Следующая винтовка одна из моих сравнительно недавних приобретений это винтовка Tactical Evo фирмы Adams Arms. Это более высокого уровня карабин и подороже чем другие сравнительно. Но мне просто понравилось и по соотношению и по динамичности работы с ним. То есть узкое цевьё, хорошие уже стоят и рукоятка и приклад. Хороший пламя-гаситель. Все, что я добавил на данный момент это мушки передние и задние от фирмы Daniel Defense. Данная винтовка отличается от остальных которые мы ранее смотрели тем, что в ней пистонная система. Adams Arms как раз известна тем, что они изготавливают пистонные комплекты для обычных AR-15 которые позволяют использовать поршень возврата энергии для следующего выстрела к затвору. То есть затвор отводится не газом в данном случае а поршнем. В отличие от остальных винтовок которые возводятся именно возвратом газа в патронник и затвор соответственно получает именно газ. разница в том конечно что в пистонных ситуациях загрязнения затвор затворного места гораздо меньше но при этом получается винтовка потяжелее за счет того что в ней пистон и пистонная система так называемый газовый пистон. Следующая винтовка на столе это тоже карабин в данном случае 14,5 дюймов от фирмы Troy Defense в данном случае это просто очень специальная версия которую купил буквально несколько недель назад она выполнена для канадских вооруженных сил и серийный номер начинается от слова Canada то есть их было очень мало и они стоили очень дешево потому что это был просто контракт который Трой перевыполнил то есть у них были запасные винтовки они их продали гражданскому населению напоминаю что AR-15 в принципе никогда не была автоматическим оружием AR-15 это только полуавтомат и никогда даже у военных никогда не был AR-15 у них всегда были вариации M какой-нибудь M16 или XM который был карабином автоматическим от фирмы Кольт в данном случае Troy Defense выпустила просто винтовку все их то есть и приклад их собственный и пистолетная рукоятка их собственный и цевьё их изготовление а для того чтобы было легально в Америке приклад был сделан таким макаром а ствол был сплавлен с пламя-гасителем тоже от фирмы Troy и получается легальная длина 16 дюймов минимально легальная длина для ствола карабина в США это 16 дюймов поэтому очень многие фирмы просто создают карабины длиной 16.1 чтобы никто в принципе не мог придраться в данном случае на этом карабине стоит просто красная точка от фирмы Bushnell я просто поставил чисто ради видео это не то что на него будет стоять после этого следующий карабин данной ситуации это карабин фирмы DPMS и этот карабин очень похож на предыдущий Troy по одному понятию это тоже карабин выпущенный со стволом короче чем разрешается то есть ствол здесь 11.5 дюймов но пламя-гаситель постоянный длиной на 5.5 дюймов получается 16 в общем в данном случае вы видите карабин практически в изначальной комплектации я почти ничего на нем не менял добавил только 4-х кратный оптический прицел на рукоятку которая кстати здесь не съемная и поменял цевьей и пистолетную рукоятку от фирмы МакПул вместо того что пришло изначально и последняя вещь на этом столе это пистолет который я собрал из разных деталей это так называемый R15 пистолет что значит пистолет R15 пистолет R15 это обычно короткие стволы то есть ствол меньше 16 дюймов и за счет этого нельзя иметь вертикальную пистолетную рукоятку нельзя иметь вертикальную рукоятку нельзя иметь настоящий приклад но фирма SIG здесь выпустила так называемый SIG Brace вот то что вы сейчас видите на экране это предназначено именно для поддержки руки пристрельбе одной рукой но при этом ATF это вот агентство которое занимается регуляцией оружия в Америке разрешило пользоваться им в качестве ну реального приклада то есть в данном случае это все равно пистолет но его можно прикладывать к плечу и никаких проблем с законом не возникает в данном случае этот пистолет был создан на основе нижней части от фирмы LA Grizzly а верхняя часть это 11,5 дюймовый ствол и система от фирмы Adam's Arms то есть это тоже пистонный пистолет просто я вот именно это сейчас проверяю как будет работать я добавил рукоятку от фирмы Magpul угловую так называемую AFG которая соответственно разрешена для использования на пистолетах AR или от калашниковой модели в данном случае вот это моя данная коллекция винтовок AR-15 детали на каждую из них могут быть потом добавлены в отдельных видео и также модификации которые буду с ним производить в данный момент вы видите практически в большинстве случаев чисто изначальную модификацию без оптики без подсветки без лазеров и в некоторых случаях еще и с изначальными прикладами очень много чего будет меняться и это все будет освещено на канале пожалуйста подписывайтесь еще раз напоминаю канал RuBear USA на YouTube спасибо и до следующего раза как вы видите на видео все оружие на этом столе было проверено на наличие патронов патронники затвор был выставлен на задержку и в патронник был вставлен желтый флаг на тех винтовках в которых патронник до сих пор имеет в себе затвор соответственно все оружие на этом столе безопасно на данный момент и ни одного живого патрона рядом с ним нету